доброе утро друзья 22 января опять у нас вот такой красивый рассвет это просто что-то невероятное посмотрите какая красота ну и новая занавесочка свете этого рассвета так вот немножко за шторю покажу как это выглядит пока что в таком ракурсе но потом покажу поближе эту красоту расскажу как и что я делала здесь вот такое крепление пока временное ввязала я колечки со старых багетов для штор в последнем ряду мы потом сниму все покажу а пока чтобы не терять этот волшебный момент вот решила показать вам какая же эта красота очень красиво но у нас потеплило на улице сейчас наверное 0 может быть минус 1 посмотрите какая нежность до итальянский лен с хлопком это конечно это конечно вещь очень красиво я довольна результатом вот так это смотрится не стала делать ее длинную с уважением отношусь кота нам очень нравится смотреть в окошко здесь лежит коврик да и там коврик и они любят сидеть на подоконнике чтобы ничего не мешало взору поэтому вот связала ее вот такой длины не слишком длинную но и здесь как-то все-таки здесь кухонный гарнитур хоть это и рабочий кабинет но как-то смотрится на мой взгляд красивенько сейчас попробую включить свет вот так смотрится когда горит свет но и вчера я ходила смотреть с той стороны с улицы тоже смотрится очень очень красиво вот такая красота такое чудо чудное меня получилось не знаю сколько я ее вязала еще даже не взвешивала но от бобинки осталось на бобинки еще немножко осталось пряжи остаточек конечно есть не под ноль если бы я вывязала под ноль может быть она как раз была вот но длинная длинная мне здесь не нужно потому что во первых здесь 100 и вся эта красота будет ну вот там где-то вы видите это углубление столешница вот выше окна получилось поэтому вот такая высота этой занавесочки но все картинка поменялась уже все по-другому и по моему сегодня будет солнце уже такое голубое голубое небо сейчас около восьми утра вот такая красота просто сказка ну что друзья решила выйти я поставить баночки теперь уже две поскольку забыла прошлый раз выставить банку морозец у нас ветрено очень скользко давайте посмотрим как же все это выглядит с улицы пусть пусть ты чё шипишь ты меня не узнала фуфайки это я пусть так вот вот так смотрится первая занавесочка белая вот так смотрится на окошке вот так смотрится за высочка с улицы то что я вам сейчас указываю смотри вот такая красота мне очень нравится немножко подышу пойду пить кофе вязать больше ты мне есть на обед посыпала дорожки я опилками как же хорошо когда все работает все закрывается вот здесь лёша что-то подтачивал вот здесь я так поняла вот эти дырки потому что ничего не работало только засов язычок вот этот не закрывался замок не могла закрыть вот только на засов нижний все сейчас все работает душа радуется я вообще очень друзья не люблю когда у меня что-то не работает что могу сама делаю что не могу лёшек помогает кирпичики видите кирпичики гипсовые все целенькие ничего нигде не отпадает ничего не расклеилась не испортилась хотя морозы стояли дай боже покажу с этой стороны наш дом все целенькая так что и гипсовой плиткой можно тоже облицовывать снаружи только виду хорошенько нужно обработать краской вы мне там писали поступают вопросы какой гипсовый гипсовый гипс смотрите видео на канале все есть я рассказывала я марки гипса и как я делаю кирпичики и про силиконовые формы все есть на канале и мне очень радостно что последнее время поступают такие комментарии люди делают потому что купить готовый гипсовый кирпич очень дорого вы сделать можете его собственными ручками ладно захожу где мышка марусь и мышка что там такое что там такое меня так умилил один комментарий котики это хорошо у нас котик один монка тоже монка зовут я люблю чистоту вы знаете я тоже люблю чистоту я ее еще и поддерживаем но у нас веселее у нас пятеро я не говорю что вам нужно заводить 5 котов но у нас чисто и с пятью котиками до маруська а так и кувыркаемся и что же мы тут делаем с этой мышкой ой красота то какая ой 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 получила я на вал берез еще две подушечки вернее валик и еще одну подушечку и и друзья я не покупала лекарства не для сердца не для успокоительные не для сна хотите верьте хотите нет но я сплю сейчас как младенец обкладываюсь этими тремя двумя подушками и валиком и засыпаю как младенец и даже перестала извините вставать в туалет ночью я могла это сделать когда бессонница и пять раз вот так что травки помогают во всяком случае мне помогают я почитала комментарии и многие люди писали что им тоже помогают травки именно вот эти вот подушки мой боже ты мой я не успеваю камера не успевает за тобой маруся вот конечно потратила я 1700 рублей 1 600 там 42 рубля 2 400 чем-то и валик 214 да даже меньше что-то там получается ну неважно я рада что я потратила эти деньги вечного ничего не бывает там на одной подушечки было написано что срок годности 24 месяца но это это я думаю лучше чем принимать лекарства для сна и еще хочу сказать может быть у меня улучшился сон не только от запаха вернее как объяснить то у меня почему-то заложенность носа вот так сопли нет все хорошо вообще вот целый день ходишь все хорошо как ложишься спать почему-то ни с того ни сего завод заложенность носа без соплей напишите у кого такая ситуация и возможно от этого поскольку дышать тяжело нос не работает может быть поэтому и было бессонница а сейчас нос дышит травками дышу это такая как сухая ингаляция да и все хорошо так что попробуйте много денег не потратите побежала побежала купите хотя бы одну такую подушечку и попробуйте поспать вместе с ней я их положила сейчас подойду к ним покажу вам этот валик оказался не серый но он подходит под вот эту подушку вот она самая первая которую я получала может быть я довезу здесь делаю наволочку не очень если честно вот это нравится довязать надо сделать полноценную наволочку вот а вот вторая подушка и вот эта подушка друзья она даже с наволочкой представляете ее можно стирать то есть снять вот такой материал но хочу сказать у них у всех разные запахи вот этот валик смотрите как набит хорошо раньше делала упражнения с валиком надо наверное опять начинать делать для спины по китайскому как то какой-то китайской японской методики я забыла как зовут этого доктора там ложишься на спину носочки соединяешь на ногах руки забрасываешь за голову ладошками вниз и вот так нужно там лежать несколько минут это вот вытягивание позвоночника вот должен быть валик вот такой валик у меня сейчас есть но вот этот валик менее всего пахнет запах есть но вот эти две подушечки во первых с разными запахами здесь больше наверное лаванды а здесь как-то очень хорошо чувствуется мята ну и лаванда тоже вот они разные по запахам вот сейчас я их все это сложу в полиэтилен и до вечера вечером все достаю и сплю как младенец друзья ну что друзья давайте подробнее расскажу об этой занавески и и размерах но вес где-то наверное грамм 200 я к сожалению не взвесила хотя могу взвесить у меня есть такие колечки они же уже здесь ввязаны колечки привязывала в последнем ряду они здесь не пришиты и они ввязаны и сделала так там какой-то 10 клеточек и в последнем ряду в одиннадцатой клеточки ввязывал вот это вот колечко от старых багет карнизов для штор которая здесь были в доме вот у меня есть такая волшебная баночка которую мы уже с вами делали которую я нашла в огороде и вот собрала эти все колечки здесь были багеты и вот такого цвета можно в принципе было и и сюда эти эти вот светленькие прицепить но решила сделать я коричневые а вот значит вот эту вот трубу повторюсь что она временная у меня пока нет обходящего материала это знаете что это бобинка которая остается от пергаментной бумаги вот здесь их три штуки они между собой соединены скотчем и потом вот эту трубу я покрасила краской вот получилось такое временное крепление для шторы так не грызть мне это обычный картон вот обычный картон так размер за навесочки значит вот сюда то есть длина получается высота 75 у меня получилось ширина метр вот жаль что я не померила ее до стирки мне кажется что это пряжа все-таки сильно подсела мне кажется метр десять был может быть я ошибаюсь вот она немножечко с напуском это занавесочка я имею ввиду с напуском ну то есть она немножко собирается вы видели уже я показывала как она висит на окошке и со стороны улицы и со стороны дома вот красивенько значит что у меня здесь у меня здесь получилось пять вот таких ой пять десять вот таких вот рапортов или рапортов как правильно сказать кто рапорт говорит рапортов наверное да то сейчас же при это прицепятся к словам умелые филологи наши красота красивая друзья вяжите повторюсь что такие вещи они будут передаваться по наследству вашим деткам свитер джемпер вы износите и выбросите а эта вещь будет очень очень долго жить в вашем доме в доме ваших деток и внуков шпуля ты мне здесь не порти мою красоту вот все что у меня осталось на бобинке но здесь я не знаю ну сколько ну грамм тридцать может быть занавеска где-то 200 220 грамм ну берите 250 грамм если кто-то будет может быть покупать пряжу на такую вот коротенькую на такое узенькое окошко то вот вам понадобится где-то 250 давайте округлим в большую сторону 250 грамм пряжи естественно если окно шире то там прибавляйте ну ориентирую вас уже конечно же вот я вам рассказала теперь еще был вопрос смотрите что здесь творится про итальянский ирис так 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 уже моя баночка вся надо убрать иначе они сейчас здесь мне все раскручат друзья итальянский ирис от велтус велтус называется это наверное лучшее что я могла бы вам посоветовать для занавесок для скатерти для салфеточек на мой взгляд это это вообще бомбическая пряжа это вот я имею ввиду то которая ну поштучно продается не бобина можно купить бобину но я не знаю сколько она будет стоить велтус этот ирис итальянский я видела по по моему по 200 рублей сейчас или 130 рублей в интернет-магазинах мне там писали а если на озон на валберис друзья есть но там какие-то остатки наберите просто в интернете купить итальянский ирис велтус и вам выпадут есть немного интернет-магазинов в которых можно купить эту пряжу вот эта пряжа это просто ну бомбическая пряжа для занавесок чтобы у вас был ориентир на этикеточку вот так вот выглядит этикеточка этой пряжи вот ирис здесь друзья 900 метров на 100 грамм или 450 на 50 грамм это очень тоненькая пряжа я вот здесь нашла остаточки может быть пущу на какие-то вот эти вот идеи то это не выходит из головы вот из этих бобинок сделать их ароматическими связать салфеточки но я уже рассказывала в прошлых видео не буду на этом останавливаться вот она эта пряжа посмотрите какая она тонюсенькая конечно вязать нужно будет крючком может быть единичка может быть даже 0 75 такую тонкую пряжу конечно же это будет дольше друзья но она того стоит поверьте это будет просто бомбическая занавеска или скатерть вот здесь это тоже итальянский ирис это вот астро троицкая но из нее она и толще здесь 600 метров на 100 грамм или на 50 грамм не на 100 грамм до на 100 грамм авто 900 метров вырисе на 100 грамм представляете это намного тоньше пряжи я имею ввиду вот это ирис я вот здесь вот себе вот такой цвет красивый тоже для занавески мне кажется он будет немножко темноват есть ванильный цвет но у меня его вообще можно сказать в остатке осталось вот этого ириса для занавески очень хорошо подойдет вот ну а вот это можно что-то скомбинировать со светлым может быть такую цветную салфеточку связать так что вяжите друзья здесь у меня отложено вот это вот все в пакете мои хотелки пока в долгий ящик потому что я сейчас вижу вторую занавесочку вот такую белую на второе окно вот такую пряжу это вообще здесь 1600 наверно наверное метров в 100 граммах а может быть и больше это итальянский лен покупала и покупала высылал мне в рамках сотрудничества интернет-магазин филата итальяна но она дорогая друзья она дорогая поэтому вот этот ирис хотя там посчитайте посчитать я не знаю сколько она стоит загляните в этот интернет-магазин прикиньте цену вот этого ириса прикиньте цену вот этой пряжи это тоже я вам очень рекомендую ну а я вчера вот начала вязать вторую занавесочку еще на одно окно это кировский ирис но это конечно не сравнить друзья не сравнить с итальянским ирисом с итальянской пряжей но все равно смотрится замечательно смотрится все равно красиво и кировский ирис так что если он есть у вас уже в наличие то смело можете вязать здесь постелила полотенце все таки подоконник холодный мне кажется но не то что дует ну ну наверное дует да так что будем весной все там перепенивать перештукатуре вать и утеплять окна все мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео вяжите в удовольствие вяжите с удовольствием покупайте хорошую пряжу покупайте хорошие инструменты очень рекомендую крючок кловер и вязание пойдет быстро и в удовольствие ну а я на этом буду заканчивать сегодняшнее видео я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена сидникова пока пока